Так, теперь мы записываемся и давайте начнем. И первая тема у нас сегодня будет это склады, складской учет. Прежде чем я начну вам рассказывать о том, как заводятся склады, мне хотелось бы рассказать вам о одном мероприятии, который проходил у нас вчера. Это тоже был вебинар. Давайте покажу, где будет находиться запись. Здесь раздел «Компания и мероприятия», «Вебинары». И это у нас было 21 января. Вот такой вот был мастер-класс по управлению заказами в интернет-магазине. Я думаю, в ближайшее время, либо сегодня, либо в понедельник, ну, скорее всего, уже сегодня, здесь появятся записи этого вебинара, которую я прям настоятельно рекомендую вам послушать, посмотреть. На этом вебинаре рассказывается о новой модели управления заказами, которая уже доступна в бета-версиях, и в ближайшее время будет доступна в публичном релизе. Много всего интересного, в том числе новые схемы оплаты и отгрузки. У нас появилась возможность отгружать и оплачивать товар частями. Вот про все это мои коллеги рассказывают, и поэтому я сегодня не буду этого касаться. Ну, потому что смысла нет, наверное, повторять одно и то же. Все это в записи уже, я думаю, в ближайшее время появится. Так, это хорошо, что запись будет, пишет нам наш слушатель. Ну, конечно, хорошо. Давайте начнем. У меня есть со вчерашнего вебинара несколько слайдов, про которые я хотел бы рассказать. Сегодняшняя тема нашего вебинара – это учет, торговый учет в Битриксе. Для чего вообще это надо? Дело в том, что это, скорее, актуально для небольших магазинов, у которых еще нет интеграции с 1С, с управлением торговли или с какой-то другой учетной системой. И для того, чтобы не вести какой-то учет, не знаю, где-то там в Excel, есть возможность все документы формировать прямо в Битриксе, прямо в админке. Мы сегодня посмотрим с вами, как это работает. Ну, для того, чтобы нам включить такой вот торговый количественный складской учет, нам надо произвести некоторые настройки в модуле «Торговый каталог». Я чуть-чуть попозже покажу, где это находится. Ну, в первую очередь, давайте расскажу вам, что это и для чего это нужно. Ну, количественный учет. Понятно, что необходимо для того, чтобы уменьшать количество товара в каталоге при покупке. То есть, есть возможность включить такой количественный учет, когда товары на вашем сайте будут покупаться, и они у вас будут в каталоге, количество будет уменьшаться. Либо, если вы используете свой сайт как некую витрину, например, продаете товары, которые изготавливаете индивидуально. Ну, вот как вчера, например, на вебинаре рассказывали про торты. Никто же не будет в интернет-магазине показывать, что у нас там осталось 30 тортов, вот они уже месяц лежат, скорее покупайте. Естественно, это такой заказной продукт, и количественный учет в данном случае не требуется, поэтому его можно не включать. Далее, разрешить покупку при отсутствии товара. Ну, то же самое, да, вот как раз та же самая история. Вы можете разрешить оформление заказа на отсутствующие товары. То есть, отгрузить такой заказ будет невозможно, но то поступление товара на склад. Включить складской учет. Данная опция позволяет вести приход и движение товаров по складам при помощи документов. Приход товара, списание товара, оформление отгрузки, перемещение товара со склада на склад и так далее. И возможность включить резервирование. Также есть, это, собственно говоря, позволяет резервировать какой-то товар при оформлении заказа у вас на сайте. Например, кто-то оформил заказ на 10 пар обуви. Этот товар на какое-то время зарегистрировался. Срок этот, он также устанавливается в настройках. Кто же про это? Это посмотрим. Далее. Ну вот как раз про резервирование. Есть разные варианты резервирования. Товар может резервироваться как при создании заказа. Как только, например, оформили заказ, да, сразу там все товары у нас зарезервировались. Товар может резервироваться только при частичной оплате. Ну, это скорее необходимо, да, если у нас очень активные продажи. Чтобы не было такого, чтобы у нас все товары зарезервировали, никто ничего не покупает. Резервироваться будет как только один счет по заказу оплачен, то все товары заказа зарезервировались. Либо как только полностью весь заказ оплачен, только товары будут зарезервированы все. Либо товар будет резервироваться при разрешении отгрузки. Так, ну про это не буду рассказывать. Это пока в планах, частично в планах. Про это вы можете послушать как раз во вчерашнем вебинаре. Давайте перейдем сейчас на мой сайт. У меня есть, вот, сейчас покажу такой тестовый сайтик. Вы как раз такой сайт смотрели в первой части наших вебинаров, да. Типовой наш универсальный интернет-магазин. И наверняка вы тоже уже знаете, что такое админка. У меня здесь стоит самая последняя версия, бета-версия. Давайте перейдем и посмотрим, как у нас все это работает. В разделе магазин, складской учет, первое, что нам необходимо будет сделать, это завести какой-то склад. У меня здесь уже один склад заведен. Я сейчас добавлю еще один склад. Возможность добавления нескольких складов есть только в редакции бизнес. В редакции «Малый бизнес» есть возможность продавать товары только с одного склада. Давайте я добавлю. Собственно, что вам необходимо, это указать все параметры, да, что, ну, склад у нас, во-первых, является активным, то есть он работает, но указываем, является ли он пунктом выдачи, используется ли он для отгрузки. Эти галки нужны для того, когда мы будем заводить какие-то системы оплаты, чтобы мы могли указывать, что можно забрать, например, товар на данном складе, потому что он является там пунктом выдачи. Указываем сайт, для которого будет использоваться наш склад. У меня два сайта здесь тестовых. Так, я заведу сейчас, так, давайте посмотрю, какой у меня первый склад. Для этого же сайта заведу второй. Так, склад номер два будет называться. 15, написание склада. Указываем какой-то телефон, пишем график работы, да, ну, это вся информация, которая у нас вводится в пользу. Указываем координаты этого склада, это необходимо для того, если мы будем показывать карту этого склада, то, собственно, на этой карте мы можем вывести координаты, да, например, на страничке опубликовать вместе с адресом склада, прямо в карту, где этот склад находится, какое-то изображение, если необходимо, и так далее. Склад номер два у нас готов. Давайте теперь, так, после того, как заведен склад, у нас, конечно, мы можем сразу оприходовать какие-то товары на этот склад, ну, и при приходовании товаров нам необходимо будет указывать поставщика. Сейчас я вот одного поставщика завел, мы можем завести еще одного поставщика, указать будет это юридическое лицо, физическое лицо. У меня физ-лицо есть, там пусть будет. Еще одно лицо, только уже юридическое. Сергеевич, телефон. Теперь мы можем на этот склад оприходовать какие-то товары, да, создать документ прихода. Тут стоит сразу о чем поговорить. Перед тем, как создавать документ прихода, мы должны завести товары, которые мы будем приходовать на этот склад. Давайте зайдем с вами. Вот я завел уже один пробный товар, да, когда готовился к вебинару. Мы с вами можем завести еще какие-то товары. И здесь, про что хотелось бы упомянуть, что такое торговые предложения. На прошлом вебинаре вам рассказали и, в принципе, даже показали, как завести один товар, но с разными торговыми предложениями. То есть, когда у нас, например, подаются туфли разного цвета, разного размера. Для клиента это получается вроде как один товар, да, туфли, в которых он просто выбирает цвет и размер. Но у нас, в нашей учетной системе, получается несколько вот таких вот торговых предложений. Создавать разные типы товаров можно здесь. И, как видите, здесь помимо товара с торговыми предложениями, есть еще такие товары, как комплект и набор. Что такое комплект? Это такой список товаров, состоящих из нескольких других товаров. То есть, он физического остатка не имеет и его наличие, грубо говоря, зависит от того, есть ли товары в наличии, которые входят в этот комплект. Давайте приведу пример на, например, компьютер. То есть, мы предлагаем пользователю купить компьютер, а, по сути, это у нас комплект, состоящий из материнской платы, процессора, оперативной памяти, жесткого диска, видеокарты и системного блока. То есть, клиент покупает компьютер на сайте, но по факту у нас списывается вот такой вот набор материалов. Соответственно, в данный тип товара, в данный комплект, нельзя включать товары с торговыми предложениями. То есть, мы не можем продать компьютер, в котором он будет еще выбирать какие-то другие параметры. То есть, мы продаем какой-то комплект, торговое предложение в него может попасть, но товары с торговым предложением, в которых в этих товарах еще что-то выбирать, так не получится. Другой вид товара – это набор. Набор – это список привязанных к одному товару других товаров, которые, грубо говоря, мы рекомендуем к покупке. Вот в набор могут уже добавляться как простые товары, так и какие-то торговые предложения. Но также товар с торговым предложением туда добавить нельзя будет, не получится. Ну, надеюсь, что более-менее понятно объяснил. Так, я сейчас давайте вопросики и создадим с вами пробный товар. Сколько максимальных складов можно зарегистрировать для одного сайта? Ну, у нас нет ограничения по складам для одного сайта. Далее, у меня в складском учете только раздел «Склады», нет ни документов, ни поставщиков. Максим спрашивает. Максим, у вас последняя версия используется? Посмотрите, пожалуйста, напишите. Ну, если что, свяжемся с вами, посмотрим. Так, давайте с вами создадим какой-то самый простой товар. Пока не создал, вернусь сейчас. Что хотелось бы еще рассказать? Если вы обновились до последней версии, то у вас, в зависимости от того, в каком разделе вы находитесь, будет доступна в любом случае вот такая вот кнопочка «Помощь». В последней версии у нас появляется вот такой помощник. Мне очень хотелось бы, чтобы вы не стеснялись, жали всегда на эту кнопку «Помощь». При нажатии на эту кнопку открывается вот такой вот раздел «Поддержка 24». Либо сразу идет ссылка на документацию по этому разделу. Почему это полезно? Смотрите, вот как раз «Типа товаров», да, то, о чем мы сегодня с вами говорили. Все подсказки по этому разделу, они прямо тут выводятся. «Типа товаров» вы всегда можете открыть и в учебном курсе посмотреть. Про торговые предложения, товар с торговыми предложениями, про комплекты, про наборы и так далее. Обязательно этим пользуйтесь, независимо от того, вы начинающий пользователь или уже опытный пользователь с битриксом. В документации все, о чем мы рассказываем, гораздо подробнее описано, поэтому смело нажмите сюда и читайте документацию. Давайте созвоним какой-то товар. У меня уже заведен товар 1, давайте пускай это будет товар 2. Можно написать какое-то SEO-описание, указать будет товар у нас там новинкой, лидером продаж или спецпредложений. Это надо для того, чтобы специальные значки на товаре выводились. Указываем какой-то артикул производителя. В общем, заполняем все необходимые поля, если мы добавляем этот товар вручную. Скорее всего, вы будете импортировать или из DNS, или откуда-то еще эти товары. И данные поля у вас будут все заполняться автоматически. В любом случае, можно это сделать всегда и вручную. Про SEO-информацию у меня, по-моему, как раз в третьем докладе будет, 2 февраля. Я подробнее расскажу, в том числе вот про такой генератор SEO-информации. Указываем, в каком разделе будет продаваться у нас данный товар. Это, по-моему, показывали на прошлом вебинаре. И что нас интересует здесь, мы указываем какую-то нашу базовую цену. Если мы можем использовать расширенный режим управления ценами, в котором мы можем сдавать сразу цены для, например, разного количества товара. То есть, грубо говоря, такие оптовые скидки. Когда у нас покупают, например, один товар, одна цена, там от двух до пяти будет уже 1300. И от шести до бесконечности, там 1100, допустим. Далее, доступное количество у нас 0, мы только создали этот товар. У нас еще не зарезервировано, потому что никто ничего не покупал. Мы можем выбрать единицу измерения этого товара, коэффициент единицы измерения. И для каждого товара отдельно, вот, по-моему, это недавно появилась, эта возможность, мы можем включать, будет у нас использоваться количественный учет или нет, разрешать покупку при отсутствии товара. В общем, то, что мы с вами смотрели в настройках торгового каталога, это можно сдавать отдельно для каждого товара. Если стоит по умолчанию, то будут браться те значения, которые у нас используются в настройках торгового каталога. Если мы, например, все товары в нашем интернет-магазине продаем, используя количественный учет, то есть учитывая эти товары, но какой-то товар хотим добавить, который у нас не должен в количественном учете учитываться, ну, просто здесь выберем нет. Параметры веса и размера тоже необходимо указывать, если у вас будут использоваться автоматизированные службы для доставки товара, потому что эти службы используют эти параметры для расчета стоимости доставки данного товара. Про это еще попозже расскажу. Далее, скидки, управление скидками. Пока у нас скидки никакие не заведены. Про это тоже будем на третьем мобинаре рассказывать. Склады. Количество товаров пока у нас здесь ноль, потому что мы не приходили в этот товар, но так как у нас включен складской учет, то прям руками мы здесь изменить не можем количество, потому что нам необходимо сделать документ. Ну и штрих-код можно добавлять и использовать, приходовать потом эти документы будет гораздо проще. Так, завели товар 2. Давайте теперь пойдем на склад и заведем документ о приходу товара. Приход товара на склад. Поставщик. Ну выберем нашего нового поставщика. Найдем сейчас в каталоге данный товар. Так, он у нас в штанах, по-моему. Да, вот он. Я его выберу. Ну, допустим, по закупочной цене в 1000 рублей мы купим 100 штук, грубо говоря. И склад получателя. Выберем наш второй склад. Проведем этот документ. Давайте теперь вернемся в наши товары. Посмотрим товар 2. Сразу пойдем в торговый каталог, да? И посмотрим. У нас, обратите внимание, уже появилась информация закупочная цена 1000 рублей. Так, склады. 100 штук у нас на складе 2 оприходованы. Теперь, когда мы будем оформлять, когда клиенты на нашем сайте будут оформлять заказ, у нас количество товаров, соответственно, там будут уменьшаться, да? Когда мы будем отгружать этот товар. И отгрузить этот товар мы сможем тоже только в состав отдельных документов. Ну, про это подробно рассказывалось вчера. Вот я не буду на этом останавливаться. Это можно будет посмотреть в видеозаписи вчерашнего вебинара. Для чего нужен весь этот складской учет? Ну, в первую очередь, как я говорил, это необходимо для того, чтобы вести хоть какой-то складской учет, если у вас нет никакой учетной программы. И во вторую очередь, это отчеты. Давайте я запущу сейчас типовые отчеты. У меня свеженький еще, да? Сайт. Проблема в работе платежных систем у меня обнаружена. Ну, да, возможно такое. Вы можете использовать какие-то типовые отчеты. Можете какие-то свои добавлять, используя конструктор. Ну, разные отчеты, да? Доходность можно посмотреть, да? За счет того, что мы указываем себе стоимость и конечную цену. Можем доходность по каждому товару посмотреть и так далее. Не знаю. Сейчас, наверное, у нас вряд ли он что-то покажет. Ну, попробуем. Посмотрим. У меня не было еще продаж в этом магазине, поэтому ничего он, наверное, да, ничего он не дает. Так, далее. Давайте вернемся и посмотрим дальше. Мы с вами поговорили. Ох, это вчерашний. Прошу прощения. Так, поговорили про склады и приходы в ли товар. Система оплаты и доставки. Отлично. Находится все это дело в разделе магазин. Настройки. И службы доставки. Так. Да, давайте службы доставки начнем. А сейчас посмотрю вопросы. Так, ну вот, Светлана, большое спасибо, что подсказывает мне. Я могу, в принципе, озвучить, да, сколько максимальных складов можно зарегистрировать для одного сайта. Правильно меня Светлана здесь совершенно поправила. Для редакции «Малый бизнес» это может быть только один склад. Для бизнеса по складам нет ограничений. Но я, кажется, вначале про это говорил уже. Надеюсь, Мария ответила на ваш вопрос. Так. В каких форматах могут импортироваться товары не из DNS? Это может быть из Excel и из XML. Так, пожалуйста, накажите, как настроить на оценку на отдельный товар. Татьяна, давайте следующим образом поступим. Я в конце вебинара постараюсь это показать. Если не получится, то покажу 2 февраля. Сейчас не буду на этом останавливаться. Хорошо? Простите, у меня такую большую вольность. Службы доставки. Службы доставки бывают двух видов. Автоматизированные и настраиваемые. Давайте начнем. А, вот еще какая-то СПСР-экспресс. Что-то новенькое появилось. Я, честно говоря, знаю, что это за служба доставки. Но не видел, что она отдельно как-то выделена у нас. Ничего сейчас не расскажу. Но это очевидно, что это автоматизированная служба доставки. Но не скажу. Это что-то новенькое. По-моему, в публичном релизе этого пока еще нет. Про это ничего пока не расскажу. Посмотрим с вами автоматизированные службы доставки. Автоматизированная служба доставки – это такая служба, которая использует информацию с серверов какой-то службы доставки. То есть для того, чтобы ей работать, ей необходимо подключить какой-то обработчик. Обработчиков таких несколько. Здесь, наверное, самые популярные службы доставки. Это DHL, EMS, тот же самый СПСР есть. Есть там КАС-почта казахстанская, есть новая почта украинская. И в зависимости... Например, Почта России. Выберем сейчас. Хоп! У нас сразу появились параметры. Ну, во-первых, что можно сказать. Для каждого типа доставки можно указать какой-то процент наценки, если мы хотим. И в данном случае, например, что у нас в Почте России? Два обработчика. Честно говоря, я не помню, чем отличается. Сейчас посмотрим с вами. Здесь в параметры, ну, такие скудноватые, мы можем выбрать только тип отправления. Каким типом управления будет отправляться товар. Это будет заказная бандероль, заказное письмо, ценная бандероль, ценная посылка и так далее. Второй... Посмотрим, Почта России просто. Да, видите, здесь уже есть разбивка по часовым поистам. По зонам. И тарифы. А, все, я, кажется, понял. Тот первая настройка... Вот этот обработчик, он полностью автоматически, все данные берутся с сервера Почты России. А этот настраиваемый. Здесь можете тарифы проставлять руками. А сделано это было для того, что... Сделано... У Почты России были проблемы с ее сайтом, он периодически был недоступен. Люди жаловались, что как же так, мы вроде как пытаемся данные просчитать для обгрузки. Не можем этого сделать, потому что у них сервер лежит. Поэтому сделали вот такую табличную часть, в которой вы сами можете указывать эти данные. Это официальные данные Почты России. Просто их периодически, не знаю, проверять. Ну, как-то понадежнее. Хотя, я не знаю, ну... Вроде как Почта России новый сайт запустила. Прям такой приятный, хороший. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Далее, ну, в принципе, здесь разные можно обработчики, да, смотреть. Тот же самый СПСР. Давайте посмотрим, что он предлагает. Угу. А, видимо, как раз-таки не готово. Ну-ка, ПЭК. Глянь. Вот как раз, да, настройки обмена. То есть у вас должны быть с ПЭКом какой-то договор заключен, вы должны быть зарегистрированы их на сайте, вам ключ будет, капи предоставлен, всю информацию это указываете. А, и какие-то дополнительные услуги тоже выбираете, будут они у вас доступны или нет. Давайте посмотрим, например, какую-нибудь автоматизированную службу доставки. Вот, например, DHL есть у нас, да, или UPS. Ну, как раз, да, опять же, да, здесь вот эти вот файлы таблиц вручную загружены. Как-то, вот, профили. Ну, то есть тут для каждой службы доставки они свои бывают. Да, и ограничения, это, по-моему, тоже появилось. Этот функционал появился у нас как раз в редакции 15.5. Позволяет задавать ограничения для разных служб доставки. Да, например, мы, вот, в данном случае UPS мы можем использовать, например, только по каким-то местоположениям. Например, мы UPS мы будем доставлять там только по северо-западному региону России, а в остальные регионы России, не знаю, только FIDEX мы будем там доставлять или как-то еще. Но, опять же, я не буду на этом подробно останавливаться. Я помню, что это было у нас вот здесь, в разделе помощь. Вот, пользовательские ограничения, да, как раз новая статья, в которой все подробно у нас описано. Как-то работает. Но это пока только в бете. Пока только в бете. На данный момент ограничения для платежной системы еще не выпущено, вновленных системах. То есть, ну, до конца это пока еще не готово. И вторая служба доставки, это, как бы, такая попроще. Настраиваемая служба доставки, в которой вы сами указываете, сколько у вас будет там стоить доставка, и указываете сроки доставки. Ну, если у вас, например, какая-то своя служба доставки в вашей компании, да, то вы будете это прописывать. Так, ну, надеюсь, здесь более-менее понятно. Давайте теперь перейдем к платежным системам. Ну, мы можем с нуля добавить какую-то платежную систему. Здесь тоже, что интересно, ну, например, Яндекс, так, хотя у нас есть там, ну, я сейчас так условно, добавлю это. Мы можем указать, для каких типов плательщиков будет у нас данная платежная система доступна. Я обращаю внимание, у меня на одной установке работает два сайта, да, поэтому у меня один сайт, один интернет-магазин работает только с физическими лицами. Здесь указано название. Код интернет-магазин, да, S1. А второй интернет-магазин у меня работает как с физиками, так и с юриками. Для каждого из них мы можем выбрать какие-то обработчики. Вы можете как свои обработчики загрузить, да, если они у вас есть, так и использовать те, которые мы предлагаем. Ну, вот их здесь на самом деле очень много. Яндекс.Деньги и Яндекс, который сейчас как агрегатор используется. Не вижу, где он. Видите, только что перед глазами было. Да, работает через центр приема платежей. Вот он как раз. Вот, в принципе, что от вас нужно будет, ну, настроить эту платежную систему, указать все данные, которые вам предоставлены в Яндексе, да, если у вас там с ними какой-то договор подключен. Все это здесь указываете. Также указываете службу доставки, для которых будет доступна данная платежная система. Может быть, для всех там, если указываете, для всех будет доступна. Или, например, там только для доставки курьера. Или там только для самого изуса. То есть, ну, вот здесь, опять же, все это настраивается. Ну, опять же, да, опять же, в разделе помощь есть по платежным системам примеры настройки уже готовых платежных систем. Можно будет это посмотреть. Как раз и для Яндекса, и для PayPal. Прямо в примере это разобрано. Так, давайте посмотрю вопросы, какие появились. Так, у нас в 1С все криминальные администрации расписаны. Вот уже ответили. Ну, озвучу вопрос, да, и ответ на него. У нас в 1С все криво на манклатуре расписано. Может легче создать все в Bittrex, а потом выбразить эту базу в 1С и уже оттуда ввести учет. Вот. Ну, Светлана, да, подсказывает, что можно так сделать, но лучше, да, завести в таком случае чистую базу 1С и весь учет настраивать уже заново. И надо будет оценивать, в каком случае будет меньше или больше наработок, что для вашей организации будет проще. В складском учете настройка склада транзит как-то происходит, когда товар находится в транзите со склада поставщика на собственные склады? Нет, у нас такого учета нет, но, в принципе, не знаю, вот, может, Светлана подскажет, насколько сложно такое доработать. Но, понимаете, мне кажется, это все-таки уже, это скорее, ну, не нужно это делать в Bittrex. Дело в том, что, я еще раз повторюсь, торговый учет, складской учет в Bittrex, это скорее для небольших интернет-магазинов, которые пока еще не перешли на крупную, серьезную систему торгового учета. Ну, на стране это в основном, 1С управления торговлей. Поэтому, ну, надо ли вам такое... То есть, грубо говоря, если вы ведете складской учет и торговый учет в 1С управлении торговлей, то в Bittrex его надо будет отключать, иначе у вас будет все перемешиваться. Будут ли службы доставки для больших товаров типа промышленного оборудования, например, деловые линии, ГТС, деловые линии, ГТС и так далее. Ну, вы знаете, Ольга, насколько я знаю, не планировалось, но, в принципе, вы можете с кем-то из партнеров пообщаться из наших, чтобы специально для вас написали обработчик. То есть, если какой-то API предоставляет, вот компания, да, там деловые линии, ГТС, или кто-то другой, кто с доставкой занимается крупногабаритных товаров, то, в принципе, это возможно. Цены актуальны, я не понял, о каких ценах идет речь. У меня Bittrex максимальная версия, можно на нем строить два сайта с разными доменами. Да, можно. Единственное, алифтина видели, наверняка, вот что у меня, вот у меня два интернет-магазина, да, грубо говоря, там, пускай они там с одним доменом, но местами, если для одного или для другого интернет-магазина используется, например, там, доставка с маловызом, то обращали внимание, да, давайте даже покажу, если я, например, вот буду редактировать, хорошо, возьмем условные там Яндекс.Деньги, да, как раз, кстати, не настроены. Службы доставки, да, у меня службы доставки идут с одним названием. Ну, вот такие нюансы могут быть в админке, то есть у вас общий список заказов будет на эти оба сайта, вы их сможете отсортировать, чтобы смотреть заказы только по одному сайту или только по другому сайту, но вот такие вот вещи надо будет учитывать, да, то есть здесь по Индексу, например, непонятно, доставка курьерных, для какого сайта, можно будет, не знаю, как-то указывать. В общем, есть небольшие нюансы, но вообще, да, возможно, ответ на ваш вопрос. Ну, опять же, да, заказы мы можем добавить сайт и выбирать, для какого сайта показывать заказы. Вот, два, интернет-шоп, есть и интернет-магазин. Вот. Такой ответ на ваш вопрос. Так, давайте дальше гляну. Почему в системе две платежные системы Яндекс? Насколько я помню, одна платежная система это именно Яндекс.Деньги, а вторая платежная система это Яндекс, который вот как агрегатор используется, работает уже, по-моему, год, да, который может принимать и карточки, Яндекс.Деньги, и там кучу всяких платежей из разных систем. То есть, ну, работает именно как агрегатор. Вот я скину ссылочку на документацию прямо по настройке системы Яндекс, там подробно это расписано. В деловых линиях есть обработчик. Ну, возможно, Вячеслав, спасибо, что подсказали. Не обращал внимания, просто не смотрел. В настройке платежной системы можно выбрать типа плательщиков юрлицо и физлицо. Что указывают для ИП? Для ИП ее юрлицо используют. Так. Так, давайте дальше поедем, да, взглянем, что у меня. Так, про систему оплаты и доставки я вам рассказал. Давайте посмотрим про CRM. Как это работает, как оно подключается. Ну, начнем с того, что для того, чтобы подключить CRM-систему B324.ru, в первую очередь, у вас, конечно, эта система должна быть уже запущена. Да, она бесплатная. Если у вас ее нет, то, ну, в принципе, вы можете зайти на сайт B324.ru и завести себе, да, свой портал B324.ru. Он бесплатный, до 12 пользователей. Здесь кнопку надо будет нажать, создать свой B324. Либо можно это сделать прямо из админки вашего интернет-магазина. Для этого в разделе магазин, CRM, вам надо будет нажать вот такую кнопку, да, получить CRM-систему B324 бесплатно. У меня есть моя тестовая CRM-ка. Сейчас я на нее зайду. Рабунов B324.ru, она называется. Поэтому я просто настрою интеграцию с этой CRM-кой. Адрес сайта CRM. B324.ru. Логин администратора CRM. Здесь у меня мой email личный. Пароль администратора CRM сейчас я укажу. Ну-ка зайдем сюда в серую рамку. Настройки. Настройки интеграции. Интернет-магазин. Ну, пока здесь пусто. Я, кстати, могу настройку прямо отсюда завести. Ну, если мы с вами сегодня говорим про интернет-магазин, то сделаем это. Запустим это с интернет-магазина. Так, давайте настроить интеграцию. Поздравляем. Настройки интеграции вашего интернет-магазина и CRM успешно выполнены. Ну, замечательно, я счастлив. Настроим параметры и импортируем данные. Мы сейчас переключимся уже в мою CRM-ку. Откроются. Пользователь у меня был интернет-магазин на сайте автоматически добавлен. Так, название интернет-магазина. Все это я по умолчанию оставлю. Настройка первого импорта. Ну, для того, чтобы у нас импорт заработал, мы должны какие-то настройки, какие-то данные. Вы выбрать период данных, которые у меня попадут в мою CRM. Ну, в моем случае возьмем неделю, допустим. Все заказы, которые были за неделю сделаны, попадут в CRM как сущность сделка. И я сразу указываю вероятность этой сделки. Ну, по умолчанию это будет 20%. Я могу выбрать ответственного. Пускай это будет я. Сделки будут у меня доступны для всех, либо это сделки будут доступны только для ответственного. Если я уберу этот балл. Я ее оставлю. Жму далее. Так, пошли загрузки сделок. 8 сделок у меня сделаны. Первый импорт успешно завершен. Идем дальше. Настраиваем параметры регулярной синхронизации. Ну, частота синхронизации. У меня сейчас стоит 10 минут. То есть, раз в 10 минут CRM будет слать запрос в интернет-магазин и смотреть, нет ли какого-нибудь нового заказа. Ну, можно этот параметр до минуты снизить. Я оставлю 10. Вероятность сделок 20%. Ответственные для новых сделок есть у меня сделки доступны до всех. И направляемые давления в группу продажа. Отлично. Так, интеграция завершена. Видите, у меня появилось 8 сделок. Вот такой вот счетчик появился. Сейчас я сюда зайду. Сделки. И вот у меня как раз... Так, ну, подайте посмотрим. Да, 22-я, 0-16-я. 22-я, 0-1-я, 16-я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сделок у меня здесь появилось. Сделка не заключена. Это, по-моему, потому что отменен заказ. Сделка заключена. Это потому что заказ у меня оплачен, отгружен. И вот эти вот последние сделочки, которые... Можем посмотреть, да. Информация о том заказе. Все это здесь у меня указано. Товары сразу какие. Вот товары, да. Это как раз тестовый товар. Кто-то у меня, видимо, купил... Это я покупал сам на сайте, или кто-то из слушателей купил. Не знаю, честно говоря. Наверное, кто-то слушателей, раз написано тест-тест-тест. Я такой email не указывал. Собственно говоря, вот так происходит интеграция с CRM-кой. И, в принципе, здесь мы уже можем дальше работать. Данные будут интегрироваться у нас и там, и там. Так, давайте еще раз посмотрю вопрос. Так, ну, вопросов пока нет. Давайте посмотрим, что у меня дальше. Так, email-маркетинг и изучаем посетителей. Светлана, я предлагаю сделать следующим образом. Я сейчас передам слово вам, а потом... Потому что, мне кажется, вот как раз вторая часть моего доклада, она вытекает немножечко... Немножко вытекает из... как раз веб-аналитики, да, и повышение прибыли. Я как раз про некоторые инструменты, которые позволяют это все сделать, после твоего доклада расскажу. Хорошо, поэтому сейчас включу микрофон. Так, Светлана, должно быть слышно уже? Да, слышно. Устраивает такой формат? Да, все правильно, совершенно. Как раз тоже хотела сказать, что очень логично тогда получается. Итак, добрый день, коллеги. Меня зовут Светлана Русова. Я руководитель учебного центра BestRank. Наш центр специализируется на обучении специалистов, которые, в общем-то, работают с интернет-сайтами, да, то есть это интернет-предприниматели, интернет-разработчики. Поэтому, ну, и одно из таких наших ключевых и глобальных направлений, это мы обучаем работе системы 1С-Битрикс. Помимо учебного центра у нас есть еще веб-студия, поэтому все, что мы рассказываем, это, в общем-то, выстраданно изучено на практике, то есть там огромное количество сайтов проходит и прошло уже за время работы. Так что, ну, Свет, как правило, это не чистая теория, да, это на каких-то кейсах, на каких-то примерах. Я это к чему рассказываю? То есть есть возможность задать какие-то вопросы по вашим проектам непосредственно, да, потому что я сейчас постараюсь дать какую-то глобальную общую информацию, связанную с формулами прибыли, с расчетами, показали каких-то по интернет-магазину. И дальше перейду, в общем-то, к показу, как это может работать. Могу привести на примере тех кейсов, которые я, ну, сама обрабатывала, да, те, с чем мы сталкивались, либо могу отвечать на какие-то ваши вопросы. Вот, ну, и в продолжение я сейчас тогда просто, у меня как раз получается такая тема, буду все время отсылать либо к тому, что Никита уже показывал, либо к тому, что собирается еще вам показать. Вот, то есть, ну, а здесь возможность, как бы это все свести воедино, для того, чтобы понимать, зачем мы используем все эти инструменты и для чего нам это нужно. Итак, сейчас я разверну презентацию. По презентации тема у нас сегодня – формула прибыли. И здесь важный акцент под заголовком у меня, что мы создаем собственную формулу прибыли, то есть для своего интернет-магазина. Что такое, что это значит и почему? Давайте для начала посмотрим в целом на формулу прибыли, из чего складывается наша прибыль. Формула не уникальная, я думаю, что где-то что-то вы уже про нее слышали, видели, но, тем не менее, она очень эффективно и очень наглядно показывает, что происходит, отражает текущую ситуацию. И при этом она очень хорошо показывает, что конкретно мы можем поменять и увеличить. Итак, из чего складывается наша формула прибыли? Это мы берем лиды, умножаем их на конверсию, умножаем на средний чек, умножаем на повторяющиеся заказы, то есть сколько в среднем таких заказов делает каждый наш покупатель, и умножаем на маржу. Все логично, все просто. То есть лиды, в принципе, это могут быть все, кто зашли к нам на сайт. То есть разберем немножко каждый из показателей. Лиды, то есть это наш трафик, все, кто зашли к нам на сайт. С другой стороны, лиды, это могут быть корзины, то есть те, кто добавили товар в корзину, но пока заказ не оформили. Это важно тоже для понимания, потому что, ну, для понимания, для оценки работы нашего магазина, что мы будем считать лидами. Либо весь входящий трафик, либо все-таки вот эти корзины, то есть на какой критерий, на какую группу покупателей мы будем воздействовать в первую очередь. Традиционно для большинства сайтов все-таки лиды – это корзины, но при этом мы учитываем и показатель конверсии трафика в корзины. То есть тут есть вот такой вот нюанс. Если мы говорим, например, про оптовиков, то есть те магазины, куда люди просто так не заходят, то там это все-таки корзины. То есть если у вас какая-то специализированная система, ваши покупатели – это какие-то оптовики, либо это какие-то дилеры, либо это люди, которые заказывают какие-то расчеты через ваш сайт, делают, а потом передают их вам в работу, то в этом случае мы говорим все-таки про корзины, что каждый лид – это корзина. Не каждый заход покупателя, а какие-то его вот такие действия на сайте. Если же у нас обычный интернет-магазин, то все-таки для нас лиды – это просто входящие покупатели, то есть весь поток, весь трафик, который приходит на наш сайт – это уже лид. Почему? Потому что может быть заказ без оформления корзины. То есть зашел, посмотрел, позвонил, написал на e-mail, если у вас есть какие-то шоу-румы, склады, пункты, ну, розничные какие-то точки, то есть куда человек может ногами прийти, он посмотрел ваш сайт и пришел в этот магазин, в этот пункт. Все равно, минуя сайт, он, скорее всего, до вас не дойдет, поэтому здесь очень важный показатель – это именно трафик входящих на сайт и как они потом конвертируются. Следующий показатель – конверсия. Тут мы считаем, сколько процентов наших покупателей, наших лидов сконвертировались в заказы. И опять-таки здесь есть нюансы. Каждый раз мы это обсуждаем и говорим, что это касается именно вашего бизнеса, то есть кроме вас, это, в общем-то, никто не ответит. Что для вас будет вот этим процентом конвертации в заказы? У кого-то заказ – это любой оформленный заказ, там, где мало отказов, там, где уж если пользователь оформил заказ, там гарантия выкупа почти 100%. Это различные магазины, которые продают либо очень редкие товары, которые, в общем-то, мало отказываются, то есть мало конкурентов, такие очень нишевые товары. Как правило, если уж их заказали, то, значит, люди приняли осознанное решение, оно действительно нужно. Либо товары достаточно быстрой доставки, например, что-то вроде сервисов по доставке пиццы, да, то есть если уже позвонили и пиццу заказали, то случаи отказов, конечно, бывают, но это гораздо ниже процент отказов, чем там в обычном интернет-магазине, где мы какие-то товары заказываем. Да, и здесь поэтому мы смотрим, что для вас конверсия, то есть в какой момент вы можете говорить, что, ну, в общем-то, все, кто дошел до этого шага, уж точно денежки нам какие-то свои оставят. Да, то есть может быть, это подписание договора, если мы говорим про актовиков, да, может быть, это внесение там какой-то предоплаты либо еще какое-то действие на сайте. То есть находим у себя в своем бизнесе вот такую точку и понимаем, что вот с этого момента это у нас уже заказ. Да, и, соответственно, мы считаем тогда конверсия для нас, это те, кто наши лиды, да, опять-таки именно наши, именно для нашего бизнеса, и процент вот тех, кто сконвертировался именно в наши заказы. Это может совершенно не совпадать с теми заказами, которые есть штатно в Битрексе, да, ну, и в любой другой системе. То есть может быть, довольно часто, кстати, встречающаяся история, когда заказ на сайте создается, ну, это то, что заказчики, да, просят обычно дорабатывать, и добавляются какие-то специальные статусы до момента там подтверждения заказа. Да, вот тогда для вас конверсия это количество, процент, вернее, вот этих подтвержденных заказов относительно трафика. Дальше мы берем среднюю стоимость заказа. Здесь важный момент, что это средняя стоимость без учета доставки, да, для того, чтобы мы считали именно прибыль по магазину, а не прибыль по доставке. Если у вас своя служба доставки, да, ну, предвидя этот вопрос, то все равно мы ее здесь откладываем просто для того, чтобы нам понимать отдельно прибыльность магазина, отдельно прибыльность доставки. Бывали случаи, когда люди понимали, что магазин у них абсолютно неприбыльный, да, но при этом очень прибыльно работает доставка, и они тогда предлагали, ну, если своя хорошо организованная служба, они тогда предлагали другим магазинам, что они могут работать, да, с их службой доставки. И есть такой интересный, не помню сейчас название, но есть такой интересный кейс, когда служба доставки, довольно неплохая курьерская служба, выросла как раз именно из такой истории. Дальше мы оцениваем возвраты. Возвраты имеются в виду не когда ваш покупатель отказался от заказа, да, и вернул возврат, сделал возврат товара, а когда покупатель вернулся на ваш сайт и повторно что-то заказал. Причем здесь может быть вариант, что он не вернулся, но заказал, да, то есть он позвонил, он еще что-то сделал, и тогда, почему я акцентирую на этом внимание? Если он на сайт фактически не пришел, да, а позвонил вам и сказал, что я хочу еще раз, либо ваш менеджер ему перезвонил, там через 2-3 месяца сказал, у вас же, наверное, закончилось то, что вы у нас покупали, может вам еще раз привезти? И он говорит, да, привозите. И при этом он в трафик, да, то есть в первый показатель, он уже вообще не попал повторно, он пришел когда-то, и больше он на сайт не возвращался. И, в общем-то, особенно в секторе бит, туби, да, там, где мы работаем с юрлицами, это довольно тоже распространенная история, то есть один раз мы на юрлицо что-то заказали, а дальше там закрепляется менеджер, который через CRM-систему уже звонит, напоминает, что, наверное, у вас там бумага заканчивается, а может вам пора картридж поменять, а может у вас еще что-нибудь, да, и таким образом оформляет новый заказ. Что здесь, да, почему на этом останавливаюсь, что здесь важно? Важно, чтобы вот такие заказы тоже попадали в общую систему аналитики, для того, чтобы вы понимали, собственно, именно прибыльность вашего магазина, прибыльность именно вашего сайта. Да, ни бизнеса в целом, ни отдельной работы менеджеров по продажам, потому что менеджеры, особенно, которые сидят на проценте, они очень охотно работают с такими покупателями, да, с повторными заказами, это всегда проще, чем с холодными, с новыми, но нужно понимать, что все-таки они продолжают то, что было когда-то сделано до них, и не полностью отрабатывают, да, именно свое гордое звание менеджера по продажам. То есть это, по сути, транзакционные такие продажи, когда нужно просто созвониться с клиентом и повторно что-то ему отгрузить. Да, то есть тут задача менеджера, как продажника, фактически, ну, так сведена там процентом к 10, наверное, от его мощности, возможностей, да, для чего он, в принципе, должен работать в компании, это все-таки приводить каких-то вам новых клиентов, да, либо как-то обрабатывать хорошо новых. Но это немножко к другому, да, если останется время, если это актуально, можем поговорить именно о менеджерах, тут мы уже говорим скорее о мотивациях и о разных типах менеджеров по продажам. И следующий, последний показатель, то есть это маржа. По сути, это цена продажи минус цена покупки, да, то есть закупочная стоимость, цена покупки вычитается из розничной цены и мы получаем свою маржу. Конечно, там всегда есть какие-то дополнительные расходы, да, и по возможности вот эти дополнительные расходы мы закладываем в закупочную цену. Вот, теперь немножко о том, как, где это все смотреть в Битриксе, как это все настраивается. Так, значит, смотрите. Ну, а где, давайте, сейчас я открою еще раз презентацию, вот так. Значит, где мы смотрим трафик? Кто пришел на наш сайт? Нет, если у нас редакция бизнес, то мы можем смотреть это прямо на своем сайте. Тогда мы заходим в административный раздел. Я тут обновила, поставила ДНК Битрикса, ее обновила, мне тут кучу всего советуют сделать, но это я уже отложу все действия на потом. Итак, заходим в админку, раздел аналитика, и первое, что мы здесь видим, это сводная статистика. Как ее посмотреть, о чем она нам говорит? Первое, что говорит, количество хитов за сегодня, то есть сколько страниц было просмотрено. Хиты – это просмотры по страницам. Дальше система нам говорит, сколько у нас было хостов, то есть это уже посетителей, и сколько при этом было сессий. Тут важный момент, для чего мы это все смотрим и оцениваем. Дело в том, что немножко по-разному считают различные системы веб-аналитике. Например, Яндекс.Метрика, она считает посетителей по сессиям. Что такое сессия? Это технический такой термин, когда посетитель заходит на сайт, но сайт, условно говоря, помнит и узнает его, просто чисто технически, ну, примерно первые полчаса. То есть если открыть, вот как у меня сейчас открыта, страница в браузере, да, я пока идет вебинар, что-то куда-то отключалось, переключалось, при этом страница у меня могла оставаться открытой. Да, если прошло более получаса, то технически, да, для меня начнется новая сессия, и система начнет считать, что меня уже две. Да, хотя фактически это все та же самая, мое, все та же самая я, да, все тот же самый открытый браузер, ничего с точки зрения бизнеса нашего не изменилось. И вот эти вот моменты нужно смотреть, то есть когда мы смотрим, например, веб-аналитику Яндекс.Метрики, Google Analytics, то там до недавнего времени использовались везде сессии, поэтому было еще какое-то отклонение по количеству хитов, по количеству, вернее, по тем значениям, которые показывают счетчик Битрикса, например, и счетчик Яндекса, да, либо Гугла. Это то, что касается сессий. И дальше здесь система мне показывает, сколько было посетителей всего, сколько из них новых, и сколько в данный момент онлайн. Да, но всего вот одна я, новая, опять-таки, все то же самое, да, и онлайн тоже один человек. Тестовая версия, все понятно, кроме меня здесь никого нет. Что бывает ценно и интересно? Если мы смотрим это на живом, действующем сайте, то что здесь для нас важно? Мы смотрим, сколько посетителей всего, и при этом смотрим, сколько из них новых. О чем нам это говорит? Это нам говорит, дает уже какой-то дополнительный момент, да, для вот этого пункта возврата, чтобы мы могли оценить количество вернувшихся посетителей, и, соответственно, уже смотреть заказы. Дальше, если мы смотрим веб-аналитику подробнее, то, что мы можем вот здесь списки посетителей, когда у нас их становится уже там больше одного, отдельно выделяются те, кто вернулись. И при этом, смотрите, здесь есть первый заход, последний заход. Это нам все интересно, если мы хотим посмотреть в рамках какого-то одного посетителя. Да, но что для нас интересно, если мы говорим про статистику? Количество событий. И мы можем посмотреть, да, по событиям. Что, когда произошло? Вот здесь, например, я добавила товар в корзину и оформила заказ. И мне система сразу отобразила, что вот у меня посетитель, который, у которого была всего одна сессия, сделав там 85 хитов на сайте. Ну, я пока экспериментировала, успела тут походить, в общем-то. За 85 хитов я все-таки дошла до того, что я оформила вот этот заказ. Понятно, конечно, что в реальности у вас картинка будет другая, и тут нужно смотреть просто средние показатели. Конечно, админов желательно, да, вот здесь мы можем в фильтре настроить группу администраторов, исключить из этих показателей, ну, и дальше уже, соответственно, просматривать все данные, которые у нас есть. По... Сейчас я хочу... Ага. Вот. То есть можем просматривать все данные по тем событиям, которые происходили на нашем сайте. Что это могут быть за события? А вот это уже зависит от того, что мы считаем в своем интернет-магазине, важным. Да, мы можем добавить специальное событие на какое-то действие посетителя на сайте, после которого мы начинаем его, ну, условно говоря, считать нашим лидом. Да, и тогда мы здесь, в административном разделе Bittrex, можем... Ой, простите, это я не туда перескочила, вот здесь. Мы можем добавить какое-то свое событие. Можем добавить вручную, например, и указать тип события, какие-то параметры, даты, еще что-то. Это для того, чтобы мы потом могли все вместе это проанализировать. Вот. При этом в самом... Можем также просто завести само типовое событие. То есть вот здесь, да, смотрите, на... В разделе аналитика события, типа событий, список, мы добавляем какое-то новое событие. Ну, например... Ну, давайте я его назову просто лид, да. Ну, и... Что, лид на вход. Дальше мы смотрим, включаем мы его в отчеты, добавляем ли мы его в графику. Вход ли, да. Да, вот так вот я его для себя назвала. Теперь уже, ну, кто-то самостоятельно, кто-то при помощи веб-программиста, да, может сделать... Это несложно, в общем-то, делается. Там небольшие, не то чтобы вот прям какие-то зверские сложные скрипты нужно писать. Например, мы на добавление, да, то есть когда у нас дилер заходит на сайт, нажимая, допустим, там, кнопку авторизоваться, мы добавляем в систему веб-аналитики вот это событие. И тогда мы сможем потом, просматривая, например, по диаграммам, да, вот как сейчас, увидеть сразу в процентах, что вот заходов на сайт, да, лидами у нас было столько-то, потом они, вот эти лиды у нас вот так-то конвертировались в заказы и так далее. То есть мы можем просмотреть всю информацию по всем событиям, которые у нас происходили на сайтах. Когда нам нужно делать вот такую, да, в данном случае, настройку? Если у нас понятие лид не равно понятию просто трафик, да, то есть если мы считаем, что лид это любой зашедший на сайт, конечно, ничего нам из этого делать не нужно, мы просто всю посещаемость всех посетителей, ну, видим, да, например, в сводной статистике, либо на вкладке посещаемости можем посмотреть, ну, например, вот там по датам, да, посмотреть какие-то данные. Ну, а, он сейчас мне не будет показывать, потому что одного человека ему недостаточно, чтобы, конечно, строить какие-то данные. Вот, ну, то есть таким образом мы можем сразу же отсюда отслеживать. И даже глядя на вот такую предварительную, на сводную статистику, на сокращенную версию, мы уже видим, что вот сколько у нас было событий, сколько каких действий на сайте произошло. То есть еще раз хочу что подчеркнуть. Можно добавлять свои типы событий, да, под свой бизнес это можно настроить, то есть главное в публичной части сайта, да, и проанализировав свой бизнес в целом, определить вот эти ключевые точки, то есть когда у нас, что мы считаем лидами, да, определили, что вот это для нас лид, и значит вот на это создаем свое событие, заказываем доработку, либо пишем самостоятельно, это небольшие будут деньги в масштабах вашей прибыли, в масштабах работы вашего магазина, вот эта вся настройка, ну, если вы аналитику сами проведете, конечно, и потом придете и скажете, что когда посетитель кликает на эту кнопку, мне нужно, чтобы это отображалось в админке, в разделе веб-аналитика. Вам там посчитают, сколько это будет стоить, ну, не знаю, в среднем вот такие настройки по основным показателям, это получается 5-7 показателей, это где-то, ну, от 2 до 5 часов работы программиста, да, в среднем, конечно, по больнице, да, бывают сложные проекты, где там на одну карточку товара можно попасть 25 способами, и там, конечно, нужно учитывать больше параметров, больше нюансов, но в целом все-таки это делается не очень сложно, достаточно простая доработка. И в таком варианте мы настраиваем сводную, ой, простите, мы настраиваем всю статистику сайта именно под себя, под свой бизнес, под свой проект. А дальше, ну, замечательная фраза, то, что мы начинаем считать, да, то, что мы контролируем, то у нас начинает улучшаться. Вот, тут, конечно, нужно еще учитывать, можем ли мы влиять на то, что мы считаем и контролируем, потому что, ну, как мне недавно понравился пример, как раз про эту фразу, я уже давно контролирую температуру за окном, но как-то повлиять не получается. Вот, поэтому, конечно, здесь важно учитывать и можем ли мы повлиять на то, что мы контролируем, да, то, что мы начинаем считать. Но в целом мысль правильная, то есть нам нужно считать вот эти наши показатели. Для примера, да, когда мы, как мы, вернее, для примера, как мы можем дальше с этим работать. То есть, например, мы определились, что у нас считается, допустим, трафиком, и мы хотим этот трафик каким-то образом повысить уже в конверсию, да, то есть на что лучше всего воздействовать вот в этой формуле, я вам так вот прямо подскажу, с чего, по крайней мере, начать, что самое дешевое в плане воздействия, это, как правило, конверсия. Есть нюансы, да, как всегда, когда это может быть исключение, что не конверсию нам лучше повышать. Если вы для себя знаете, что вы прям суперспециалист, гений в работе с каким-то из других показателей. Если у вас, например, работает магазин, да, есть какая-то там конверсия, допустим, у вас 99,6% ваших покупателей уходит с сайта, да, а оставшиеся 0,4% совершают заказы, и вы при этом получаете какую-то прибыль, понятно, что конверсия низкая, да, это, ну, в среднем по отрасли, если смотреть, это очень низкая конверсия. Но, может быть, у вас настолько гениально выстроено производство, да, себестоимость товаров настолько низкая, маржа настолько высокая, и вы прекрасно умеете делать именно вот это, то тогда вам, соответственно, не так важно, какая тут у вас конверсия. Вы продолжаете работать с маржой, увеличивая ее, да, снижая там еще больше своей издержки, увеличивая прибыль, там, повышая цену, при этом понижая зарплату, там еще что-то такое проделывая, какие-то непопулярные среди ваших посетителей, покупателей, сотрудников методы. Но, тем не менее, да, в конечном итоге, в плане бизнеса, в плане магазина вы выигрываете. И тогда вы, конечно, работаете с этим пунктом. Если вы умеете писать гениальные рассылки, у вас отдел продаж, который, ну, мертвого достанет и заставит купить, то вы работаете, например, с возвратами, с повторными заказами. Да, вы звоните, напоминаете, либо вы отправляете красивые письма, так что люди читают, думают, ой, вот именно вот этой вот штучки мне всю жизнь мне не хватало, возвращаются на ваш сайт и делают заказ. Тогда вы работаете прекрасно с этим показателем. Если, опять-таки, у вас либо отдел продаж, либо вы прекрасно умеете собирать наборы, дополнять товары, какими-то, ну, как это, сопутствующими товарами, да, то есть положил там человек в корзину полотенца, вы ему говорите, еще крючочек не забудь, да, либо как вот этот замечательный анекдот, когда продал джип, лодку, да, если уж все равно выходные на смарку, вот, то тогда, конечно, вы работаете со средней стоимостью заказов. Но если вот такие гениальные компетенции по каким-то из этих пунктов у вас нет, то самый дешевый, самый простой способ для интернет-магазина – это все-таки работать с конверсией. И дальше я хочу показать 8 способов повысить именно конверсию вашего магазина. Кстати, обратите внимание, что конверсия в данном случае довольно коварная цифра, потому что, в отличие от всех остальных, это проценты, да, то есть не так давно смотрела вы, выкладки по одному интернет-магазину, вот 99,6% конверсии – это как раз их случай. Но там не магазин, там сервис, то есть там заказы, покупка каких-то услуг с подписками. Вот, там в чем было дело? Да, 99,6%. Мы когда считали по их рекламной кампании, по тем параметрам, которые закладываются, то есть по трафику, который подается на вход и по всем остальным параметрам, если их не менять, а изменить только вот эту вот конверсию, только этот показатель, с 99,6% до 99,5%, то есть на 0,1% прибыль уже бы растала в 10 раз, потому что это проценты, да, потому что это очень сильно влияет на все остальное. Там делались расчеты, например, был такой подсчет, что при рекламной кампании на 250 тысяч, да, при всех вот, при параметрах 99,6% у них прибыль получалась около 50 тысяч, на 250 вложенных они получали, ну, примерно 300, да, я так округляю немножко цифры. Если же поменять вот эту, когда удалось поменять конверсию до 99,5%, на те же 250 вложенных прибыль становилась уже 500 тысяч. То есть вы понимаете, что поэкспериментируйте с цифрами, да, возьмите вот эту вот формулу, попробуйте просто сюда вот эти все цифры, которые я сейчас называю, подставить, и вы придете к тем же выводам, потому что, ну, это чистая математика, тут, в общем-то, не обманешь. Вот, и как раз, что можно сделать, да, для того, чтобы повысить конверсию. Итак, первое, да, первое и второе, это, в общем-то, просто мастхэф любого магазина, то, что, ну, вот, должно быть кровь из носу, но про то, что часто забывают. Удобные для покупателей способы оплаты и условия доставки. Если у вас магазин не предлагает удобную доставку, то мало кто поедет именно за вашим товаром. Как бы мы там не относились к Почте России, но на сегодняшний день по регионам лучше всего, да, покрытие больше всего именно у Почты России. Есть какие-то сервисы, ну, как курьерские службы, да, которые готовы взять на себя работу с Почтой России, передачу им заказа, отслеживание всех документов. Это, соответственно, одно. Можно, да, заключить договор с ними, вы будете чуть больше тратить на доставку, но, как правило, это все-таки не вы, а доставка, оплата доставки перекладывается на покупателя, при этом вы, соответственно, смотрите, что ваши... При этом вы смотрите, что ваши расходы, да, ну, просто были бы как-то скомпенсированы, сбалансированы, то есть, по сути, чтобы хотя бы не доплачивать лишнего за доставку, больше, чем вы планировали. Это первое, да, то есть вы предлагаете удобные для посетителей условия доставки. Довольно часто небольшие интернет-магазины пишут, что мы работаем только в будние дни, с 10 до 18, да, и, соответственно, наш пункт самовывоза работает так же. Понятно, что, ну, так удобно, да, по трудовому кодексу не нужно никого там оставлять на сверхурочную работу, не нужно организовывать две смены продавцов, то есть там с 10 посидел до 6 ушел, все здорово. Но ваши посетители, да, ваши покупатели тоже работают и с 10 до 6 брать заказ для них бывает неудобно. И мы службами, ну, если мы подключаем внешнюю курьерскую службу, там, как правило, этот вопрос уже решен. Если мы берем своего курьера, то вот сколько я это наблюдаю, за курьером нужно следить, потому что поначалу он работает еще достаточно, ну, вообще не один именно свой курьер, да, а это курьерская служба внутри компании, сначала они работают для клиента, потом они начинают работать для себя. И вот тут возникают проблемы с тем, что я сегодня доставить не могу, что-то погода плохая, это слишком далеко, мне неудобно, забывают отзвониться, доехал, позвонил один раз, ушел. То есть вот такая безответственность курьеров чаще всего встречается именно не в крупных компаниях, там тоже бывает, но там это единичные случаи, да, то есть один курьер не очень, а там 10 молодцы. Если мы говорим про небольшой магазин, то там, как правило, берут курьерами студенты, да, там пенсионеры, видела недавно кейсы, привлекают молодых мамочек, чтобы они развозили, разносили товары по своему микрорайону. Ну, тут есть, понятно, свои нюансы у студента лекции, если еще что-то, он там решил сегодня не поеду, поеду завтра. То есть, почему я опять про это так подробно? Это очень важно. Ваши покупатели принимают решение о том, заказать у вас или у конкурента, во многом ориентируясь на те способы оплаты и те условия доставки, которые вы им предлагаете. Это первый уровень сервиса, который оценивает покупатель, потому что цены у всех более-менее, как правило, одинаковые. Если вы круто демпингуете по цене, да, то если у вас там в разы ниже, чем у других цена, ну, и вы действительно, да, по этой цене продаете, они только так написаны на сайте, то, конечно, там будут готовы потерпеть странного курьера, да, непонятные там какие-то способы оплаты, еще что-то. Но, если такого нет и цены у вас примерно как у конкурентов, то первое, на что смотрят в магазине, это удобство оплаты и условия доставки. Если доставка будет стоить столько же, сколько товар, да, то понятно, что для покупателя это резко меняет конечную стоимость товара, поэтому, ну, это вещи, да, очевидные, просто помните об этом, когда настраиваете свою систему доставок. Следующая, актуальность данных, особенно важно во всякие, я даже не знаю, как это назвать, такие во времена ажиотажа, скажем так. Например, да, в прошлом году, я думаю, все помнят, в декабре там сметали все, покупалось все и везде, во всех интернет-магазинах, и очень часто было, что заказываешь что-то, приходит ответ о том, что товара по этой цене на складе уже нет, он есть там где-то по совершенно другой цене, он будет там не в декабре, а в январе, новая поставка на связи с ростом курса валют, он будет стоить там в два раза дороже. Уже, соответственно, нет, это не то, спасибо, не хочу. И в кризис это сейчас становится все актуальнее, очень много магазинов превращается в такие летучие голландцы, он выглядит вроде как живым, да, заходишь, там цены, товары, вроде бы все есть, а это интернет-магазин, хостинг оплачен, битрикс поставлен, он будет работать, пока хостинг и домен не кончатся, куда он денется, но живых людей за этим уже нет. Поэтому максимально показывайте о том, что, ну, как-то демонстрируйте, что ваш магазин живой. Что здесь хорошо работает? Информация о товаров должна быть более-менее обновленная и актуальная, что здесь важно. Ну, например, наличие на складе на такое-то число пишем столько-то, да, прогноз наличия товаров столько-то, причем проводили эксперименты, неоднократно убеждались, что для B2C, то есть для розничных клиентов лучше работает не числом, а как бы все-таки прогнозом, да, из серии там вам не хватит, осталось там несколько штук, можем для вас отложить, да, либо достаточно, не волнуйтесь, можете забрать завтра. Вот, то есть какие-то вот такие с пояснениями, словами, что же там на самом деле с этим товаром, да, у вас происходит, с его наличием, работают лучше, чем просто цифры, что там 10 штук. Да, я не знаю, если я смотрю наличие товара на складе ИК, и мне пишут 10 штук, откуда я знаю, эти 10 штук может в тележку положить ближайший, да, они могут спрогнозировать относительно того, как часто покупают там эти товары. Если это 10 диванов, то, наверное, мне хватит, а если это там 10 каких-нибудь контейнеров либо стаканчиков, то, скорее всего, кто-нибудь до меня их заберет, пока я туда доеду. Ну, вот, почему говорю про Икею, у них как раз сделано правильно, и у них на сайте, когда смотришь, он дает именно прогноз, да, то есть, вот смотришь какой-то товар, он пишет, что в наличии достаточно, либо пишет, что в наличии не очень много, там есть вот несколько штук, хватит на ближайший день, да, относительно их прогнозов. Так, следующее, что важно, это скорость загрузки сайта. В админке Битрикса все, что можно, включаем, связанное со скоростью загрузки, то есть, включаем кэширование обязательно, настраиваем, заказываем, либо настраиваем своими силами композитный сайт, обязательно делаем замеры по скорости, да, по монитору скорости работы сайта, и выполняем те рекомендации, которые система дает. Это очень важно, потому что каждые лишние секунды вы теряете, ну, традиционно говорится, 25% посетителей, да, ну, на самом деле там немножко не так, по факту, но, в принципе, теряется достаточно большое количество посетителей, особенно, если там идет работа с, не с мобильных устройств, тут люди, в общем-то, готовы к тому, что может интернет тормозить, может еще что-то, готовы подождать, а вот те, кто с компов заходят, да, с десктопных, там, с, со стационарных компов, либо с ноутбуков, вот там скорость, очень важна, потому что люди не готовы ждать, если в соседней вкладке загрузился магазин, зачем мне ждать, пока очнется именно ваш. Дальше, да, это используем сервис персонализации, то есть бигдата, и рекомендуемые товары, тоже все это стандартное, есть в битриксе, я думаю, что либо уже было, либо будет, да, это уже в курсе, вот в этом, который вы просматриваете, либо есть масса вебинаров, о том, как это настраивается. Посмотрите, это действительно интересно, важно, и рекомендации для посетителей, что вместе с этим товаром покупают, это вы влияете и на конверсию, и на средний чек в том числе. Дальше, то, что будет рассказывать еще Никита, это рассылки, это, во-первых, триггерные рассылки, когда на какое-то событие на сайте, то есть посетитель что-то такое сделал, и система говорит о, и начинает отправлять ему письма. Да, что такое триггерная рассылка, то есть это цепочка писем, которые отправляются одно за другим по специальному алгоритму. Есть, ну, стандартно в битриксе сейчас есть несколько триггеров, для всех бизнесов они сейчас идеально подходят, да, то есть это, ну, такие максимально универсальные, то есть добиться, чтобы покупатель оплатил заказ, который он оформил, но не оплатил, и добиться, чтобы он вернулся на сайт. Это все-таки, ну, круто, да, тоже хорошо, но не всегда этого достаточно. Зная свой бизнес, вы можете вписывать дополнительные показатели, да, создавать, ну, как, если владеете программированием, то сами программируете триггеры, если не владеете, заказываете, и говорите, что вот, если пользователь дошел, например, вот до этой страницы, да, мне нужна триггерная рассылка, чтобы запускалась, которая будет ему отправляться, взять там то-то, то-то и то-то. Дальше, вам программист делает триггер, а саму цепочку писем вы уже делаете, ну, составляете самостоятельно через административный раздел Bittrex. Вот, опять-таки, не глобальная доработка, но которая может сильно повлиять на конверсию. Дальше, сегментированные предложения по клиентам. Это тоже про email маркетинг. Вы можете провести, вот это не знаю, будет, не будет, чуть-чуть покажу, да, смотрим в админке, у нас есть покупатели, список покупателей, ну, здесь он у меня сейчас один, да, мы можем, когда у нас их тут много-много, мы делаем вот так, и фильтруем покупателей, сортируем покупателей по сумме оплаченных заказов. И смотрим, у нас максимальная сумма и минимальная сумма этих заказов. Да, а дальше мы начинаем их сегментировать. То есть берем верхние 15%, да, смотрим, то есть как бы самый дорогой заказ, самый дешевый, считаем разницу, 15% от этой разницы, это у нас самые хорошие, наши самые любимые покупатели, которые приносят нам основную долю прибыли. Да, мы их, соответственно, любим больше всего, и можем им предлагать какие-то особые условия. Да, таким образом мы смотрим, что, допустим, у нас вот в эту категорию попадают покупатели, у которых сумма оплаченных заказов, ну, вот как здесь, да, там 16,779 рублей и 30 копеек. Тогда в модуле, а, у меня не установлено, в модуле рассылки, то, что будет еще Никита показывать, email-маркетинг, мы можем указать, что мы создаем специальную рассылку для тех посетителей, у которых вот сумма заказа больше вот этой волшебной цифры. Да, и тогда мы именно для них делаем особое какое-то предложение, премиальное там, карточку предлагаем, да, либо там говорим, что вот за то, что вы там так все здорово у нас, урина, заказываете, мы вот вам вот прямо сейчас вот готовы 100 рублей на телефон положить. Хотите, да, там кликните, подтвердите еще что-то такое. Либо даже там не говорим мы им этого, что мы готовы положить, а просто сразу отправляем, что вот мы там начислили вам где-нибудь эти условно говоря 100 рублей. Без каких-либо условий. Почему, подчеркиваю, еще раз, для премиальных ваших покупателей вы без каких-либо условий просто их благодарите, потому что они уже с вами, и вам важно просто показать, насколько они важны для вас, вам важно сформировать у них лояльность к вашему бренду максимальную, потому что они уже и так у вас покупают, вам нужно просто с ними как бы поддержать диалог. То есть он у вас купил раз, ну вы ему это отгрузили, он у вас купил два, вы ему опять товар отгрузили. То есть сводится к таким, к механическим как бы продажам, и он привыкает, ну да, здесь можно заказывать, но если кто-то другой предложит ему по другой цене со сходными условиями доставки и оплаты, он уйдет туда не задумываясь. А если вы начинаете дарить ему еще положительные эмоции, да, там 100 рублей на телефон, еще что-нибудь такое, не так много будет этих покупателей, да, я знаю, я уже этот вариант предлагаю, мне всегда возражают, что мы разоримся, пополняя их телефоны. Не разоритесь, да, вы конечно, ну разумеется, если у вас средняя сумма, там средний чек, ваш это позволяет сделать, то сделайте какой-то им приятный подарок безо всяких условий. Вот просто в благодарность за то, что вы с нами, мы вам дарим что-то, и это что-то должно быть реальное, не виртуальное, как мы вам дадим скидку 200 рублей на следующий заказ. Это не то, это не для этой категории покупателей, это для следующей. Да, следующая категория покупателей, мы им говорим, вот вам, там, скидка 200 рублей на следующий заказ, и они, в общем-то, для них это стимул пойти и оформить следующий заказ. Да, то есть мы их не благодарим, ну, конечно, благодарим за то, что они в принципе с нами, да, но это больше на словах, а фактически мы все-таки стимулируем их к тому, чтобы они переползли в следующую категорию, вот там-то мы их будем уже любить безвозмездно и бескорыстно. Ну, и последняя категория покупателей, те, которые делают меньше всего заказов, мы смотрим, что с ними не так. Есть у нас варианты, что мы их можем перетащить в верхнюю категорию, если есть, значит, перетаскиваем, ну, начинаем, да, с ними работать, чтобы перетащить. Если мы видим, что это клиент, который не перетаскивается, для интернет-магазинов это не очень актуально, а если у вас какой-то сервис, либо вы продаете услуги, то тут это вот прям вот вообще очень актуально, то тогда эти 15% последних проще отсекать. Да, то есть мы берем 15 верхних, 15 нижних, все, кто посередине, это у нас категория B, середнячки которых мы стараемся перетащить в верхний сегмент, а вот с последними смотрим, если их нельзя спасти, да, то есть перетащить хотя бы во второй сегмент, то мы с ними смотрим варианты, как расстаться. Мы их исключаем из своих рассылок, например, да, если мы говорим про магазин, еще что-то. Но тут опять-таки нужно смотреть, да, исключаем мы тех, кто у нас, ну, по сути, те, на кого мы тратим свои рекламные усилия, да, то есть тратим бюджет, например, там даже тоже отправить то же самое письмо, если мы говорим про имейл-рассылку, да, у него есть какая-то цена. Если мы знаем, что этот покупатель 3 года к нам не возвращался и вряд ли вернется, то, в общем-то, ну, в бесплатную рассылку мы его еще можем включить, а если мы, например, там даем какие-то бонусы, да, либо мы делаем рассылку платную, там, через смс, то тут мы их точно не включаем, потому что это, в общем-то, такая спящая база. Пока мы ее не разбудим, нет смысла тратить на них деньги. Вот, это то, что касается сегментированных предложений по клиентам. И последнее, упростите пользователем общения с вами, то есть добавьте сервис обратного звонка, поставьте модуль онлайн-консультантов, да, я здесь перечисляю, что модуль онлайн-консультант это может быть лайфтекс, обратный звонок это коллбекхантер, то есть какие-то, ну, уже такие традиционные бренды, уже ставшие хорошо всем знакомыми, поставьте их на своем сайте, это помогает, да, что здесь еще, правда, это помогает, если за ними кто-то следит, да, очень часто в магазин приходишь, ну, в интернет-магазин, там и коллбекхантер, и лайфтекс, все стоит, да, но не работает, то есть коллбекхантер, он вроде как перезванивает, но с человеком так и не соединяет, вот, лайфтекс, там оставляешь заявку, никто не отвечает, если у вас нет менеджера, который готов этим заниматься, то тогда лучше не ставьте, но если ваш менеджер есть, да, в смысле, если он у вас, в принципе, есть, и можно было бы ему добавить такую задачу, то тогда, конечно, лучше это добавить. Так, я смотрю, что, наверное, времени на вопросы, я не знаю, Никита, смотри, осталось, не осталось, если есть время, то я готова ответить на какие-то вопросы, если времени, есть немножко, но тут я вот смотрю тоже, что это скорее про комментарии, как сделать рассылку, про рассылки, не спросите, про рассылки, да, я тогда оставляю, Самир, чтобы маржу просчитать, себестоимость можно указывать в валюте, чтобы битрикс пересчитывал сам по курсу в рублях, ну, как бы я вам так, как бы так сказать, чтобы битрикс не обидеть, ну, в принципе, можно, да, так сделать, но с приключениями, то есть, если вы указываете маржу, например, себестоимость, если вы указываете, допустим, там, в долларах, при этом вам нужно будет следить, чтобы у вас всегда был актуальный курс на текущую дату, а на сегодняшний день, да, вы понимаете, что это очень важно, а при этом сам битрикс штатно не запрашивает, курс. Дальше нужно, чтобы у вас система получается, сейчас, прошу прощения, дальше нужно, чтобы у вас система сама, помимо того, что запрашивает курс, да, отсчитывала еще все вот эти показатели, то есть, чтобы вы действительно видели вот эту разницу, там нужно установить базовую валюту для модуля, то есть, в принципе, можно сделать, но действительно с какими-то приключениями. Так, расскажите, как вывести выгруженные каталоги из 1С в левое меню. Евгения, если я сейчас про это увлекусь, то это будет надолго. Мой имейл, да, вы сейчас видите на экране, можно просто мне прислать вопрос, у нас есть видео урок в учебном центре, как это сделать, там возможно, не всегда это можно сделать, вот так просто, без привлечения программиста, но там это рассматривается, можете мне написать, я просто пришлю ссылочку на урок. Вот, ну, собственно, вопросов больше не вижу. Ну, да, 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 я тогда сейчас возвращаю себе экран. Сейчас, секундочку. Так, и мы сейчас немножечко с вами поговорим про, угу, поговорим с вами про рассылки и про инструменты работы с конверсией, которые есть у нас, появились в битриксе. Ну, сначала рассылки, да, появилось два новых инструмента, в разделе, опять же, маркетинг. Во-первых, это обычный e-mail маркетинг, обычные рассылки, да, те рассылки, которые мы можем разово отправлять, либо сделать так, чтобы они у нас отправлялись по какому-то расписанию. Вот, и также есть триггерные рассылки, которые, ну, Светлана рассказывала, да, реагируют на различные действия или бездействия посетителей вашего сайта. Давайте создадим сначала простую рассылку. Я рекомендую пользоваться вот таким вот мастером, то есть можно без мастера добавить, ну, я рекомендую мастером, который проведет вас по всем пунктам, которые вам надо сделать для создания этой рассылки. Ну, в первую очередь, что мы указываем, для какого сайта у нас, да, рассылка, указываем название рассылки и указываем описание, собственно говоря, рассылки. Очень важно грамотно составить, да, название для того, чтобы пользователю не захотелось, после того, как он там в теме письма, текст прочитать, не захотелось сразу же отписаться. Я не буду сейчас ничего изобретать, я напишу просто рассылка номер один. Вот, описание рассылки, доступно получать ли. Так, просто текст здесь такой оставлю. После того, как у меня рассылка как бы создана, да, нам необходимо создать группу адресов. Вот это как раз то, о чем тоже рассказывала Светлана, ну, давайте на примере посмотрим. Название группы, я все названия буду давать такие просто, тестовые, номер один, просто тест. И мы можем подобрать пользователей, используя разные фильтры. Какие на данный момент доступны фильтры? Ну, во-первых, это получатели рассылок, каких-то предыдущих рассылок, да, это все адреса, которые есть у нас в наших рассылках, список адресов, да, это информация из веб-форм, то есть, если вы публиковали какую-то веб-форму у себя на сайте, да, например, опрос какой-то проводили, и хотите сделать рассылку именно для участников опроса, да, выберите веб-формы, там, добавить фильтр, и выберите, из каких форм. У меня нет этого фильтра, потому что у меня ни одной веб-формы не заведены. Далее, инфоглоки, вот нам, наверное, самое интересное будет магазин покупателей, да, я добавлю сейчас этот фильтр, фильтров может быть несколько быть, у меня вот три покупателя он нашел. И как раз здесь можно посмотреть, во-первых, количество оплаченных заказов можно указать, да, то есть тоже вот эту выборку мы немножечко снизим. Либо сумму всех заказов, да, данного покупателя, например, выберем там всех покупателей, которые у нас там до 15, или от 15 тысяч рублей, либо там, кто у нас сделал заказ там в январе месяце, или в декабре месяце. Вот, я не буду заполнить поля, потому что они бесполезны, у меня все равно и так всего три покупателя, я сохраню это сейчас. У меня попалась, вот, тестовая группа номер один получилась, да, я ее выберу, а, стоп, это исключение, проник чуть позже. Вот она, тестовая группа номер один, это та как раз группа, которая у меня будет получать рассылку. Мы можем добавить и другие группы, да, если у нас здесь несколько групп. И можем отсюда, например, исключить, например, у нас будет тестовая группа номер один, мы из нее захотим там исключить, если туда попали, вдруг e-mail каких-то других потенциальных клиентов у нас. Ну, тут все, грубо говоря, от вашей фантазии зависит, как вы будете это настраивать, но самое главное, что настроить вот так можно. То есть, очень такую аккуратную, узкую выборку можно сделать. Я сделаю сейчас грубую, там всего три адреса. после того, как у меня создана, мы выбрали, да, создали группу, создаем выпуск, рассылки, либо используя какие-то штатные шаблоны, которые есть, либо используя какие-то свои уже сохраненные шаблоны. У меня пока ничего не сохранено. я выберу вот такую простую, простой шаблон. Так, а что это? Ну-ка, сейчас, секундочку. Да, что-то не загрузилось сначала. Так, указываем тему письма, причем в теме мы можем использовать теги персонализации. Например, имя пользователя, там, код пользователя, название сайта, код выпуск, рассылки. Здесь, если нажать, то как раз подсказочка будет такая. Я буду использовать имя, например, будет у нас пользователь, сын, не знаю, Иван, допустим, он будет получать такое письмо с темой Иван. Посмотрите, какая рассылка пришла. Указываю отправителя, ну, я могу либо этот ад, и другой там сделать. И далее, собственно говоря, сам шаблон мы можем отредактировать, да, и сохранить его свои шаблоны, либо используя визуальный редактор, либо в виде такого значительного кода. Меняем картинки, сюда можем текст вставлять, но самое, наверное, интересное, это возможность использовать готовые уже компоненты и блоки. Например, не хотим вот так делать, да, хотим сюда поставить три изображения. Хлоп, поменялось, да, либо так, где компоненты у меня почему-то недоступны. Да, не вижу, почему у меня почему-то у меня недоступны, но так, смотрю, смотрю, не знаю, почему, может, из-за того, что у меня такая бета-версия, в любом случае, можно было закидывать, ну, и наверняка это будет, закидывать сюда какие-то динамические области, например, закинуть сюда точно так же, да, такой компонент, там, блок новостей, и настроить и настроить вот так, чтобы в рассылке отображалось три последние новости вашего сайта, да, если у вас каждый день выходит какая-то новость, раз в три дня вот эти новости допустим присылать, либо раз в неделю, настроить, чтобы отображалось семь таких блоков, ну, так же сюда можно, как в теге, да, закидывать какие-то там параметры персонализации, имя, e-mail и так далее, вот, после того, как это готово, опять же, да, можем что-то приложить в какой-то файл, если не надо, делаем следующий шаг и настраиваем расписание отправки, мы можем настроить, как, ну, сделать, грубо говоря, отправить вручную, так и отправить какое-то в определенное время, да, указываем, когда вот так вот, допустим, ах, не дает, жалко изменить обратно, да, а, нет, дает, либо настроить периодическую отправку по расписанию, например, отправлять там каждое 15-е число, либо каждый там понедельник, вторник, среда, четверть, пятницу в определенное время, это рассылка, так, я сделаю отправить вручную, сохранить и выполнить, и теперь у меня выпуск, я могу отправить его, либо, для того, чтобы протестировать, указать адрес для получения тестовой рассылки, чтобы посмотреть со своего ящика, насколько хорошо эта рассылка выглядит, не знаю, получится нет у меня сейчас, потому что у меня почтовый сервер здесь, да, не настроен, фигушки, ничего не получится, к сожалению, но не суть, мы самое главное увидели, вот это последний шаг, мы делаем сохраняем, а у нас эта рассылка будет, мы, если что, сможем ее потом опять добавить, просто выбрать эту рассылку, в списке рассылок сможем, если что, ее повторить, вот, то есть, ну, таким образом это настраивается через мастер, если не через мастер, то все те шаги, которые мы проходили, они доступны здесь, да, такие как группы адресов, списки адресов какие-то, можем импортировать, да, из какого-то файла своего, из какого-то источника, шаблоны, если вы сохраняли, да, мы сейчас не сохранили, ну, или заново новые сделать, ну, и, собственно, сами вот эти рассылки сайта, которые были, опять же, они здесь доступны. Теперь второй инструмент, это триггерные рассылки, принцип похож, но есть некоторые нюансы, да, что такое триггерная рассылка, рассылка, которая реагирует на какие-то действия или бездействия, у нас есть уже какие-то готовые шаблоны триггерных рассылок, и есть возможность создать рассылку вручную, то есть, сами условия будете настраивать, ну, мы посмотрим, давайте с вами какую-то готовую рассылку, вот, например, да, он нам предлагает сразу готовый шаблон, забытая корзина, что это такое? Здесь написано, что бывает, что человек регистрируется на сайте, ради эксперимента, кладет несколько товаров в корзину, а потом уходит, так не оформит заказ. Вот, письма в этой цепочке направлены на то, чтобы уговорить такого клиента вернуться и завершить покупку. То есть, понятно, да, у нас действие какое? Клиент пришел, что-то навалил себе в корзину и отвалился, хотя он сорегистрировался на сайте, оставил нам свой имя. Мы выбираем, да, выбрали какую-то рассылку, указываем название, описание, отправителя, укажем, следующий наш шаг, условия запуска. У нас условия запуска такое, вот, что запытая корзина, уже здесь настроена, да, они могут какие-то другие быть условия, например, давно не заходил на сайт, давно не покупал, создал новый заказ и так далее. Время запуска указываем, указываем здесь, если мы укажем настройку обработки старых данных, то рассылки дополнительно запустятся еще и для пользователей, которые не выполняли действия больше указанного количества дней. И выбираем цель. Цель у нас оплата заказа, то есть рассылку у нас можно настроить, да, вот здесь уже готово, настроено, письма, да, в разделе письма. Мы выполняем, если забыл, ничего не сделал, там сразу же шлем письма, что товар запят в корзине, через день шлем письмо, ваши товары отложенные ждут вас, это уже готовые, настроенные шаблоны, да, мы можем посмотреть, как они выглядят. Вот здесь, оп, текст написан. Через один день после предыдущего письма шлем еще что, специальная скидка для самых терпеливых. Давайте посмотрим письмо. Да, здесь смотрите, какая интересная штука. Специальная скидка для самых терпеливых. Ну, понятно, что указали переменную сайт-нейм, да, с какого сайта пришла эта рассылка. Что-то еще, ссылочка на корзину. Здесь такой вот классный блок есть, который называется генерация купона на товар для почты. То есть, закинув этот блок, у клиента автоматически создаться скидочный код, применив который, он сможет получить скидку. То есть, вы какую-то скидку заведете, и здесь эта штука будет автоматически генерироваться. Надо будет вручную эти купоны вставлять. Очень здорово. Ну, про скидки мы с вами поговорим завтра. Ой, не завтра, а 2 февраля. Так, сейчас посмотрели, тестовую не делали, ну и пока не запускали, просто сохраним эту рассылку, может быть, мы ее потом когда-нибудь еще запустим. Вот таким образом работает у нас e-mail маркетинг. тут стоит, да, вот минут, что сам битрикс, он письма не рассылает, он использует какие-то почтовые сервера, которые надо будет настроить. это там, не знаю, можно там яндексовский, можно гугловский пользоваться, может свой какой-то у вас почтовый сервер. Делается это все в настройках, настройки, модули, настройки, настройки продукта, настройки модулей, и здесь вот e-mail маркетинг. Либо в почте, не помню сейчас, честно говоря, не скажу. Так, дальше, про конверсию. Есть такой интересный инструмент, как сводная страница конверсии. Ну, что такое конверсия, уже вам Светлана достаточно подробно рассказала. Я вам покажу, да, есть такой готовый инструмент, который позволяет обрабатывать те или иные события. Например, посмотреть там конверсию по устройствам, с которыми сходили, либо источники, с которыми сходили, да, убрали, и смотрим источники заходов, да, либо вот этот наш, как раз, контекстные почтовые рассылки, либо какая-то контекстная реклама, которую мы размещали, либо трафик через поисковики, либо что-то другое. Да, по всему, поэтому, у меня вот все заказы, например, которые мы заходили, они все просто с сайта, то есть, у меня про этот сайт никто не знает, сюда ни с какого поисковика, никто, по-моему, не заходит. и, либо, например, посмотреть это устройство, с которым заходили, то есть, посмотреть, насколько у вас много с планшета заходит, насколько много со смартфонов или с десктопов. Данные с период, да, период настраивается, то есть, ну, как монитор можно использовать, и сразу здесь такая шкала, да, до 1% это неплохая конверсия, до 1,5% это нормальная конверсия, 2% конверсии, это уже очень хорошо, здесь у нас как раз речь идет о конверсии посетителей в покупателе, да, в оформленные заказы. На самом деле, там же в настройках, так, по-моему, конверсия называется, да, в настройках конверсии мы можем указывать, для чего у нас будет вестись учет конверсии, там, для рекламы, кликов по баннерам, для блогов, формов, интернет-магазина. Опять же, да, давайте я сейчас вернусь сюда, если кому-то будет интересно, как настроить какие-то свои вещи здесь, опять же, в документации есть свои счетчики и атрибуты, да, как раз для разработчика, статья, о том, как добавлять свои счетчики и атрибуты. Не буду сейчас про это подробно рассказывать, это скорее уже для разработчиков, кому интересно будет, зайдут, посмотрим. Еще один инструмент интересный, это бизнес-модель интернет-магазина. Здесь скорее, как такой, онлайн-калькулятор, который показывает вообще, ну, не только конверсию, но и какие-то там показатели разные, цену заказа, окупаемость и так далее. Так называемая модель рентабельности. Интересно скорее тем, что можно строить какой-то прогноз, изменяя те или иные показатели. Например, вы захотите примерно прикинуть, сколько у вас там при конверсии 3% и при таком среднем чеке, как изменится валовый доход. Да, сразу поменялось у нас на 77,595. Либо, если вы в рекламный бюджет больше денег вольете, вот эти цифры, кстати, рекламный бюджет, он, по-моему, частично берется тоже из тех денег, которые вы тратите на контекстную рекламу, если у вас контекстная реклама подключена к Битриксу. То есть, мы Яндекс.Директ умеем подключать к Битриксу и вести управление всем рекламными компаниями прямо отсюда. Соответственно, информация это будет прям бизнес-модель подтягиваться и можно все это такими ползуночками туда-сюда тягать и смотреть, как это работает. Дальше интересная одна штука это АБ-тестирование. Что это вообще такое? Это такой метод маркетинговое исследование, когда вы посетителям вашего сайта показываете разные версии страниц и замеряете, насколько у вас конверсия по той или иной версии страницы лучше. Например, на одной странице вы сделаете кнопки купить зеленого цвета, а на другой странице кнопки купить красного цвета. И будете сравнивать сколько заказов у вас сделано с зеленой кнопки или сколько с красной. Это условно говоря, да, опять же там новый дизайн сайта можно тестировать, сравнивать со старым. Насколько лучше на нем продается. Давайте попробуем какой-нибудь новый тест. Так, а возьмем уже готовый. Есть здесь готовые тесты, например, вот новая главная страница. Давайте изменим. Так, описание. Запустите оботестирование, ставите влияние изменения на главную страницу на конверсию вашего сайта. Длительность теста до ручной остановки, то есть пока мы не остановим. Трафик на тесты. 30% мы предлагаем, 30% посетителей вашего сайта, они будут вот как раз участвовать, грубо говоря, в эксперименте. Страница, текущая страница, давайте посмотрим. Давайте для другого сайта, у меня, по-моему, на другом сайте есть две страницы, нет, две страницы индекса. Так, хорошо, давайте попробуем так. Нам будем показывать индекс по-другому, пускай к новой странице, но я возьму вот эту страницу ошибки. Так вот у нас будет первый тест, давайте запустим. Так, чую, что-то сделал не то. Да, мы его настроили, мы его запустили. Да, понятно, что может привести к изменению. Так, в админочку я хочу сейчас перейти. Да, смотрите, после того, как мы запустили тестирование, у нас в админке появился вот такой вот, такая штука. Давайте перейдем на главную страницу сейчас. И мы можем посмотреть, например, группа А у нас видит вот такую вот простую главную страницу, а группа Б у нас видит, да, вот такую, 44004. и дальше мы можем посмотреть отчет. Сейчас у нас будет пустой, ну, потому что у нас достигнута статистическая мощность достаточно. Да, долго предлагают подождать. Ну, понятно, к нам никто еще не заходил, поэтому никаких нормальных данных он не покажет. Если у нас будет посетитель заходить и видеть разную главную страницу, то мы увидим конверсию на какой странице лучше, на какой хуже. и прям все показатели конверсии сможем посмотреть. Вот такие инструменты у нас для повышения конверсии. В следующий раз я вам расскажу еще про персонализацию. Я пока ее не включал, не настраивал, но мы обязательно этого коснемся. Также в следующий раз мы с вами поговорим про веб-статистику-то уже Светлана рассказала. Мы поговорим про SEO, немножко поговорим про SEO, как раз про поисковую оптимизацию, про настройки робота тексты и сайтмап XML. И поговорим очень интересная штука будет это маркетинг унесли, господи, забываю вечно. Это ссылки, ссылки, скидки, товарный маркетинг. Посмотрим правила работы с корзиной, накопительные скидки, скидки на товар, как все это работает. Вот, так, у меня, наверное, пожалуй, все. Есть инструкция по настройке данного. Так, давайте на вопросы поотвечаю. Ага, мне уже Светлана помогла и на все поотвечала. Дело лучше настроить почтовый битрикс уже не на хостнике. Зависит того, где, да, все правильно, зависит того, где размещен зрения всей почтной магазине, а не только рассылок в битрикс. Совершенно верно ответила Светлана. Так, как называется компонент? Так, я могу озвучить, в принципе, все ответы. Давайте, наверное, так и сделаем, чтобы все слышали. Штатный шаблон рассылки. Можно добавлять товар с каталога, чтобы получатель нажал на изображение данного товара и перешел на сайт страницы данного товара. Если можно, как-то сделать. Можно в шаблон рассылке, да, можно добавлять компонент со списком элементов. В параметрах компонента указывает, сколько каких элементов будет добавлено в рассылку. Знаете, но я, к сожалению, это не показал, потому что у меня почему-то этого нет. Скорее всего, потому что я использую бета-версию и, не знаю, может быть, это выключили. Мне сложно, честно говоря, сейчас сказать. Но вообще, раньше это было. То есть, да, это сценарий, который спрашивают, он есть, и он будет точно. Так, модуль рассылки стандартный, или его дополнительно надо будет установить. То он стандартный, да, но не во всех редакциях. По-моему, он есть в малом бизнесе, эксперте, бизнесе и интерпрайзе. В табличке на нашем сайте надо точно глянуть, так на вскидку не скажу. Стандартный, например, есть, нет, не помню. Можно настроить перечискать отправку по расписанию, где исходная точка будет регистрация клиента на сайте, которая у всех происходит, естественно, в разное время. Через триггерную рассылку, можно. Сам триггер нужно будет дополнительно программировать пока в штатном битриксе. Пока такого нет, но скоро, я думаю, будет. Как? количество адресатов, да, это не от нас зависит, это от почтового сервера будет зависеть, да, мы небольшими бухгалцами отдаем. Так, это ответили. Так, Самир, ну, по марже уже отвечала Светлана, можно, но придется хитрить и немножечко программировать. Выдают ошибку при запросе на обновление, что делать? Ошибка соединения с сервером. Мария, написать обращение в техподдержку. Можно ли к рассылке добавлять PDF-файл для клиентов? Насколько я помню, по PDF-файлам ограничений нет. Можно попробовать? Так, Максим, какая у вас редакция? Редакция 15.5. Максим, это, судя по всему, вопрос по поводу складов. Давайте следующим образом сделаю. после вебинара попробую поставить себе не бета-версию, тоже 15.15.10. Все должно быть. Если чего-то нет, либо смотрите в настройках список модулей, все ли модули установлены, либо, если нет, пишите техподдержку тоже. Должно быть. У меня, как видите, есть. Куда уходят сообщения от покупателей в системе? Немножечко не помню, о каких сообщениях идет речь. сообщения покупателей в системе. Не понял, напишите подробнее. Так, ну и у меня, наверное, все. Я пока вставлю, тогда выключаю запись. gráfic". Продолжение следует...